всем привет сегодня ролик рождается спонтанно на днях беседовал с одним из пациентов и привел ему пример из практики и начал вспоминать уникальный совершенно случай который со мной с которыми я сталкивался в процессе своей врачебной работы и большой хирургической деятельности случаи были уникальные необычные и как говорится практиках критерий истины поэтому то с чем я сталкивался это непридуманные истории и истории на тему мастурбации мастурбации как способа самопознания человека с этим сталкивается каждый подросток рано или поздно и вот здесь способности человеческой психики индивидуальные особенности иногда выдают такие чудеса которых вспоминаешь и волосы дыбом на голове встают поэтому сегодня я расскажу вот об этом о необычном способе мастурбации ребята к сожалению мои сюрпризы перед новогодними рождественскими праздниками которые я планировал не удались открою секрет я хотел спеть вам песню но к сожалению в связи с моей болезнью вот пальцы мне не позволяют нормально играть на музыкальных инструментах на гитаре не могу эффективно зажать струны получается сплошь фальшь и тускляк на баяне не могу нормально работать пальцами и в общем у меня штук 20 дублей попыток было и с гитарой и с баяном ничего все я забраковал тем более что сын мой уехал в москву в ноябре его пригласили работать в один из московских театров он у меня актер и певец поэтому ему отправлено вся звуковая видеостудия которая была дома туда в москву поэтому микрофон не плохой звуковое оборудование плохое видеокамера плохая пальцы плохие в общем я сам тоже не первый сорт поэтому все то что я сделал мне не понравилось и я ролики выкладывать не стал ну и в общем то с некоторым запозданием я вас всех поздравляю с наступившими праздниками а теперь о мастурбации когда-то давно лет 20 назад примерно я был председателем омского отделения российского общества урологов был главным экспертом по региону по рецензии и оценки квалификации врачей присвоение им врачебные категории писал рецензии на их работы на их врачебную деятельность вот был главным экспертом нескольких страховых компаний по спорным случаем разбирал жалобы урологических пациентов в регионе принимал некоторых на экспертное обследование стационарное участвовал в консилиумах сложных случаях была многосторонняя деятельность очень интересная ну и в тех учреждениях где я работал так как и все время будоражил администрацию и внедрял новые методы диагностики оперативных вмешательств постоянно постоянно что-то новое и требовал оборудования просил в общем шли мне навстречу и у меня у единственного был на то время фибро волоконный цисток уретроскоп как-то ко мне обратились детские урологи с просьбой посмотреть мальчика моим аппаратом потому что у жесткого цистоскопа когда это жесткая оптика есть слепая зона то есть после того как ты вводишь его в мочевую пузырь шейку то есть назад он посмотреть не может он видит определенный угол который расположен перед объективом фиброцистоскоп ты можешь его внутри пузыря развернуть назад и посмотреть шейку загнуть его крючком так сказать мальчик был непонятный для врачей у него была непонятная гематурия то есть кровь в моче иногда моча была кровавая на глаз вот иногда это определялись эритроциты обследовали его они уже в течение года периодически и бы ничего найти не смогли провели весь арсенал на тот на то время возможных диагностических тестов и различных и рентгенологических и ультразвуковых исследований ничего не находят и попросили посмотреть может быть есть какой-то источник крови вот в этой как раз слепой зоне которая недоступна для осмотра обычной оптикой после того как я начал проводить уретра цистоскоп по мочеиспускательному каналу до мальчику мальчику было где-то в районе 11 12 лет после того как я начал проводить цистоскоп в уретру ввел и начал идти в сторону мочевого пузыря и перед наружным сфинктером там где начинается предстательная железа там вот этот мышечный жон наружный уретра сужается ну циркулярная мышца ее сдавливает держит мочу вот и вот перед этой зоной я вижу покрасневшую слизистую с налетами фибринозными с такими и что-то непонятно из этой слизистой торчит что-то под подозрительное на инородное тело вот я приближаюсь и вижу что ли это какой-то кусочек проволоки то ли что это понять не могу и у мальчика спрашиваю ты что-нибудь себе толкал уретру канал вот ну он в замешательстве конечно но вынужден был сказать швейную иглу толкал швейную иглу естественно острием толкать ее в мочеиспускательный канал больно она же колется поэтому он затолкал ее ушком и вот она туда провалилась в мочеиспускательный канал соскользнула туда вниз до вот этого вот сужения и перед простатической частью уретры она воткнулась этим ухом в слизистую и пошла дальше пошла дальше в сторону простаты и я вижу в просвет уретры выступает где-то всего лишь полтора два миллиметра этой иглы самый кончик острие иглы а все остальное в тканях и при рентгенологическом исследовании ему делали экскреторную орографию эта зона ниже лобкового сочленения она обрезается но не попадает на рентгеновскую пленку поэтому так бы конечно металлическую иглу увидели бы на рентгенограмме но эта зона была вне рентгеновского снимка значит мальчик это мальчик то есть ну его жалко жалко его оперировать поэтому я решил сразу же пробовать эту иглу извлечь сложность вся в том что так как перед сфинктером она воткнулась слизистую потом были мочеиспускания она смещалась толщу ткани и произошло так что она не по оси стоит а вот по косой то есть когда я ее беру эндоскопическими щипцами и попытаюсь ее вытянуть во первых у меня ничего не получается потому что щипчики эндоскопические усилия зажимающие какой-то предмет они не рассчитаны на то чтобы ими хватать металл и наберут ткани соответственно металлические которые три не требует таких усилий здесь я вынужден эту иглу зажать этими щипчиками чтобы ее попытаться сдернуть из толщины вот этой ткани из массива тканевого ничего не получается щипцами этими не удается создать достаточное усилие в конце концов я поменял на другой эндоскоп на жесткий мочевой пузырь через сфинктер и его вводить не нужны думаю ладно паренек не сильно это будет не на не намного это будет больнее ввел ему более широкий аппарат с более широким инструментальным каналом взял потолще щипцы попытался ухватил эту иглу и стронул ее почувствовал что сдернулась она из массива ткани потому что видимо внутри там она подверглась коррозии и не идет свободно вот но стронулась и вся сложность в том что острие при попытке ее тракции смещения она втыкается в противоположную стенку уретры потому что стоит под углом они по оси не могу развернуть ее в сторону оси мочи спускательного канала чтобы она не внедрялась в противоположную стенку уретры в общем минут 30 наверное я мучился если не больше 7 потов пролил крутился там перед ним как мог но в конце концов изловчился удалось мне смещая аппарат весь всю эту мою сборную конструкцию зажав щипцы эту иголку в общем кое как я ее извлек извлек полностью поэтому последствий для здоровья никаких мальчика не осталось вытащил иглу все то что было в тканях подверглась коррозии она была вся такая шероховатая ржавая иголка вот но ну надо же объяснять как-то родителям потому что папы не было ну за дверью то мама ждет естественно ребенок же несовершеннолетний но пришлось все объяснить как есть мама всплакнула вот ну так посмущалась мальчик конечно тоже был смущен и опустил голову вниз вот я ему там очень коротенько сказал что зря ты конечно это сделал больше пожалуйста ничего себе никуда не вводи ты уже взрослый ты обдумай сначала прежде чем ты будешь какие-то действия делать а потом уже принимаю решение хорошо хорошо удалось обойтись без операции но если бы у меня не получилось понимаешь что тебе пришлось бы делать разрез в этом месте скрывать мочеиспускательный канал а после этого последствия не очень хороший потому что вероятность сужения уретры после ее рассечения всегда присутствует ну в общем что есть то есть в итоге вообще тема инородных тел мочевого пузыря она очень обширно это все связано с мастурбационными моментами как у мужчин так и у женщин если будет интересно я еще приведу вам несколько примеров совершенно курьезных и уникальных из врачебной практики а вывод какой можно сделать вот воспитание детей имеет большое значение хотя конечно есть особенности психики есть психические заболевания конкретные при как с которыми бороться трудно и психиатры часто в замешательстве и психиатры не могут побороть все проявления патологии психики но тем не менее это вовлеченность подростка в спорт в какие-то кружки надо его заинтересовать чтобы ему было интересно что-то чтобы его что-то очень сильно заинтересовало в жизни или спорт или литература искусство какое-то может быть музыка в общем чтобы он был увлечен и занят чтобы он не был предоставлен сам себе и ненужные незрелые мысли у него уходили на какой-то 10 план хотя конечно от этого уберечь ребенка невозможно нужно стараться нужно стараться может быть объяснять что не совершать необдуманных поступков и так далее есть человеческое существо находит дырки как вот в поговорке как хорошо что дырочка для клизмы практически есть в каждом организме где есть дыра туда и толкают что не попадя я думаю что и у лор врачей и в нос и и в уши пихают и глотают а уж прямая кишка это просто вообще не знаю это кладезь это что только туда не не толкали потому что она эластичная позволяет себе массу всяких предметов ввести и круглых и коротких и длинных и толстых и тонких и каких угодно ночевой пузырь тоже не исключение сожалению туда удается пропихивать самые необычные предметы и мужчинам и женщинам если это интересно и вообще если вам интересен вот такие необычные случаи из практики можно сделать отдельные плейлист на канале и пишите в своих комментариях кому интересно подписывайтесь на канал я буду продолжать тогда вас знакомить что-то буду вспоминать интересное рассказывать и потом это в общем-то опыт жизненный это не выдумка всем здоровья и удачи до новых встреч